Продолжаем выпуск. Сегодня вопрос отмены массовых новогодних гуляний активно обсуждается на разных уровнях власти. Так, ряд регионов России решили отменить некоторые новогодние мероприятия, а средства, запланированные на их проведение, предложено направить на помощь мобилизованным. Среди инициаторов – Ленинградская область, Нижний Новгород, Белгород, Ялта и другие. Что на этот счет думает тверские чиновники и жители, спросила наша съемочная группа. Новогодние гуляния давно стали традицией, как и сверкающий гирляндами город, концерт, ярмарки, фейерверки. Немалые деньги на это выделяются из казны. Однако недавно ряд регионов России заявил об инициативе сэкономить и отказаться от новогодних мероприятий в нынешней ситуации, когда наша страна проводит СВО. Освободившиеся средства планируется передать в поддержку армии. Согласно данным соцопросов, инициативу поддержали и сами россияне, в том числе 49% жителей Твери. Первое время чумы никто не хочет. Новый год – это традиция, надо отмечать. Людям, которые попадают под различные сейчас принятые законы, было бы не самое приятное занятие наблюдать, как кто-то веселится сейчас на улицах. Как говорится, родина в опасности недогуляния. Люди наши там погибают, а мы тут будем веселиться. Это тоже как-то не очень красиво. Нехорошо. Наши дети там, внуки. Правильно расставить приоритеты, то есть целевое назначение денежных средств. Здесь, наверное, выигрышно отправить на нужды нашей армии. Сейчас не до гуляний. Лучше эти деньги направить в нужное русло. На елке для детей, праздник для детей. Взрослым поскромнее. В этой статистике, кстати, и политические деятели Твери. Они тоже готовы сократить расходы на массовые гулянии, оставив только мероприятия для детей. В такой обстановке, когда у нас идет и частичная мобилизация в стране, и проводится специальная военная операция, очень много людей находится в достаточно большом стрессовом состоянии. И праздники в данной ситуации, мне кажется, немножко неуместными. Необходимо оказывать помощь и нашим ребятам, которые находятся на передовой. Необходимо оказывать помощь ребятам, которые сейчас мобилизуются. Семьям мы найдем, куда потратить денежные средства. По примеру городских властей, от новогодних корпоративов стал отказываться и бизнес. Почти две трети компании, мотивировав свое решение несвоевременностью развлечений. Причем такая тенденция наблюдается и в государственных организациях. Сейчас в обществе все больше поддержку набирает инициативу временно отказаться от каких-то праздниц, гуляний, особенно затратных мероприятий. И я думаю, что это правильно и с экономической, и с моральной точки зрения. Потому что сегодня, когда наши ребята в чем-то действительно нуждаются, например, там необходимы какие-то предметы, обиходы, лучше все-таки, наверное, приоритет отдать закрытию вот этих потребностей. Когда победим, тогда и будем праздновать. Пока на официальном уровне отмена гуляний никак не комментируется. Шла речь о непроработке этой инициативы. Кстати, согласно данным российской газеты, замминистра обороны Виктор Гореймакин пояснил, что, цитата, никакой необходимости отменять новогодние мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет. Отменят ли в итоге часть новогодних торжеств или нет, пока не ясно. Но то, что празднования будут явно гораздо скромнее, чем в предыдущие годы, это уже наверняка так и будет.